Самуил Яковлевич Матжак про одного ученика и шесть единиц. Пришел из школы ученик и запер ящик свой дневник. Где твой дневник? спросила мать. Пришлось дневник ей показать. Не удержалась мать от вздоха, увидев надпись очень плохо. Узнав, что санта-колин день, отец воскликнул. Шалопай, чем заслужил ты единицу? Я получил ее за птицу, если сознание ее слаб, назвал ее птицей бога. За это, мать сказала строго, и единицы слишком много. У нас отметки меньше нет, промолвил мальчик и в ответ. За что вторая единица? спросила старшая сестрица. Вторую, если не совру, я получил за кенгуру. Я написал в своей тетрадке, что кенгуру растут на грядке. Отец воскликнул, крокодил, за что ты третью получил? Я думал, что кипоте Муза, река Советского Союза. Ну а четвертая за что? ответил Муза. За то, что мы с Егоровым и Пахомым назвали его насекомым. А пятая? спросила мать. Раскрыв измертую тетрадь. Задачу задали у нас. Ее решал я целый час. И вышло у меня в ответе два земля копа и две трети. Ну а шестая, наконец? спросил рассерженный отец. Учитель задал мне вопрос, где расположен камень-нос. А я не знал, который камень. И указал на свой Иванин. Доча скверный ученик, дофнук сказала мать. Возьми ужасно свой геник и отправляйся спать. Ленивый сын попался прочь. Улегся на покой и захрапел. И в ту же ночь увидел сон такой. Жужжали зебры на кустах и июльскую жару. В великочайзных хвостах живые кенгуру. В сыром тропическом лесу ловил уже ежа. На длинном ваненном лесу крылатый баоба. А где-то в межнеленных троп среди густой травы Лежал несчастный земля коп без ног, без головы. На это зрелище и смотреть никто не мог бы слез. Кто от него отрезан третий, послышался вопрос. От нас разбойник не уйдет, найдем его следы. Угрюмо хрюкнул бегомот и вылез из воды. Я в порошок его сотру, воскликнул кенгуру. Он не уйдет из наших лап, добавил баоба. Скочил с постели ученик в шестом часу утра. Перед ним лежал его дневник на стуле, как вчера.